Сегодня в Махачкалинском порту состоялись торжественные мероприятия, посвященные 15-е годовщине со дня присвоения пограничному сторожевому кораблю имени народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Торжественные встречи корабля после очередного похода стали уже доброй традицией и на этот раз моряков-пограничников встречали со всеми почестями. Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой. С именем поэта на боевом посту. Эти доблестные морские пограничники следят не только за порядком на воде, но и за границей Каспийского моря. Их задача – бдительное патрулирование и разведка. В связи с быстрой сменой уровня обеспечения войск, экипаж корабля постоянно совершенствует военные навыки. Неизменным остается одно – присвоенное кораблю имя дагестанского поэта Расула Гамзатова уже 15 лет. Каспийское море вообще-то считается сердитым морем. Они по 3-4 месяца бывают на воде. И мы всегда радуемся, когда они возвращаются в родную гавань и дружим с моряками. Они часто посещают и фонд. Я считаю, что вот такая дружба фонда и корабля очень помогает и в поднятии их боевого духа, и в то же время еще раз популяризируем, пропагандируем имя великого нашего сына, великого горца, патриота, гуманиста Расула Гамзатова. Корабль был заложен и построен на Ярославском судостроительном заводе. Впервые спущен на воду 15 сентября 1991 года. В том же году, 30 сентября, был поднят военно-морской флаг пограничной службы. Этот день называется «Днем корабля». Все эти годы сотрудники именных подразделений с честью несут боевую вахту, выполняя задачу по охране государственной границы, биологических ресурсов и экономических интересов, создавая препятствия терроризму, наркотрафику и контрабанде. Механец дает команду. Три машины при помощи тумблера. Одним, вторым и третьим тумблером подается команду вниз. Вперед машина, назад машина. Тем самым происходит управление корабля. Отдает ход ему. Своя служба пограничный сторожевик начинал в городе Баку. После распада СССР его направили в город Астрахань. И вот теперь экипаж корабля выполняет задачи пограничной деятельности у нас, в республике Дагестан. В 2006 году корабль участвовал в учениях Каспии, где был признан лучшим артиллерийским кораблем по показателям. Корабль 91-го года постройки является самым старым в пограничных войсках, в пограничных органах кораблем данного проекта ходовым, который еще состоит в компании. Он еще готов нести службу для охраны нашей Родины. Море, наш второй дом.